И всем привет, ребят! С вами мистер Ваня Касси и записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен изменениям в балансе нашей игры. Сегодня у нас очередной интересный игровой видеоролик. 5 февраля, именно в эту замечательную дату, у нас произошли изменения в балансе целых трёх пушек. Сегодня у нас будет тест одной из них. И это будет молот. Это будет молот. По устройству на него я выбираю слагерь. По дрону беру, конечно же, бустера. Не вижу особо смысла в использовании защитника. Сейчас можно молотом очень неплохо играть на дэмэдж. Ну и, понятное дело, что там по резисту у меня защитный модуль от всех противников. Сыграем сегодня две катки. Ну и, главным образом, посмотрим, насколько жёстко разваливает всё-таки викинга молот. Я скатал, ну, можно сказать, одну каточку. Одну каточку скатал и увидел, что просто что-то с чем-то с этим молотом произошло. Но я думаю, что все те ребята, которые ещё не катали на нём, в этом видеоролике обязательно для себя какие-то моменты извлекут. По режимам сегодня сыграем контроль точек плюс регби. Ну и посмотрим, насколько жёстко всё-таки разваливает молот. Я, честно, ну, был шокирован. Был шокирован. Я не знаю, честно говоря, для чего делаются подобного рода балансы, перебалансы. Потому что сделать из средней балансной пушки жёстко им балансную пушку, я, ну, не считаю нужным, что это правильно делать. Да, окей, это, возможно, байт на популяризацию пушки, на то, чтобы от неё покупали дополнительно резисты, покупали саму пушку. Но, когда её настолько жёстко поднимают, то, ну, у меня складывается впечатление, то, что, блин, ну, для чего вообще такие моменты делаются? Для чего? Для чего ты залетаешь в катку и... Я, кстати, гружусь в бой полгода. Залетаешь в катку и просто офигеваешь, насколько быстро перезаряжается молот. Кто не знает, именно с перезарядкой произошли изменения у нас данной пушки. И вы сейчас прямо сами сможете пронаблюдать, что с молотом. Видите, насколько быстро перезаряжается снаряд. Если я не ошибаюсь, в полной микропрокачке сейчас на целых 2 секунды быстрее перезаряжается фулл баллон. То есть, ну, вы понимаете, что такое 2 секунды для молота. То есть, грубо говоря, у вас, ну, на постоянной основе есть по 3 выстрела, да, то есть, там, небольшой промежуток по таймингу, когда у вас его нету. Ну, а так вы просто стоите, чилите, накидываете нереальнейшее большое количество урона и просто разваливаете все, что движется. Я, ну, как уже сказал, скатал одну катку. И, по сути, мне уже было этого достаточно для того, чтобы понять, что произошло с этой пушкой. Ну, и, понятное дело, что я... Ну, я недоволен такими моментами. Я недоволен, когда происходят, ну, столь имбалансные изменения. И пушка полностью из среднего баланса переходит в имбалансное вооружение. Да, понятное дело, что в дальнейшем начнут появляться резисты от молота в матчмейкинге. Но пока, как говорится, первый день изменений. Пока ребята еще не резистов не накупили, ничего не произошло. Но эта пушка для меня смотрится, ну, нереально жестко. Ну, серьезно. То есть, если я до этого считал ее довольно-таки неплохой уже в балансе, то сейчас я могу сказать, что, ну, это просто космос. Пушка, на которой вообще настолько в кайф можно покатать. Ну, мне и так как бы было в кайф. Теперь ее еще и в матчмейкинге будет в большом количестве. И многие игроки начнут ее использовать. Но вот именно в такой комплектации я считаю, что самый лучший момент ее именно использовать. То есть, викинг-молот плюс бустер. Мне кажется, что именно вот такое сочетание сочетается с пушкой корпус максимально четко. Возможно, у кого-то есть там какие-то свои моменты и свои нравящиеся там корпуса, да. Вам может понравиться играть именно с воспом там на молоте, да. Ну, я для себя, с точки зрения баланса, конечно же, выбираю средний стабильный корпус, который еще и с овердрайвом наносит довольно большое количество дэмэджа по противнику. То есть, в каких-то моментах вы можете просто прожать грамотно овер, ну и там просто начать резко и жестко, типа, без шансов. Плюс еще на слагере у вас отличная дистанция по накидке урона по противнику. Да, немножко мне здесь не повезло, что карта у нас всего лишь 6 на 6. Здесь молот все-таки теперь уже располагает к большему количеству противников. Чем больше, тем лучше, тем больше килов вы сможете набить на этой пушке. Ну и, конечно, из жестких плюсов, которые я могу для себя выделить, это то, что резистов пока что еще нету. Возможно, в дальнейшем они начнут появляться, но пока резов нету. Сегодня также, я думаю, что потестирую уже в последующих видеороликах Изиду. Потестирую Страйкер. Эти две пушки тоже у нас подверглись ребалансу. Ну, можно так сказать, ну, изменением в балансе, наверное, так будет более правильно. Поэтому, что касаемо молота, ну, все примерно было и так понятно, да, исходя из той самой теории, которую я увидел, да, на практике, по сути, ничего не поменялось. Очень жесткий, жесткий молот. И, знаете, вот это тот самый момент, когда, как бы, пушку делают крутой имбовой, но у меня как-то, ну, нет никакого, там, момента, чтобы я, там, радовался, да, чтобы я, там, говорил, о, вау, круто, кайф. Как же жестко разваливать. То есть, для меня был баланс, хороший, средний баланс вооружений, да, и по итогу у нас, вот, из крайности в крайность, да, то есть, средний баланс вроде как уже нормализовался. И вдруг, хоп, происходит изменение и выкатывается по изменениям имба, которая будет уже доминировать над другими пушками. То есть, этих пушек в дальнейшем станет больше в матчмейкинге. Потом эти пушки купят игроки и эту пушку опять занерпят. То есть, ну, это такая многоходовочка, конечно, очень жесткая, ну, и поэтому я уже в последнее время так сильно радостно к этому не отношусь, но молот реально жесткий. Реально жесткий, и если вы сейчас, например, сидите и думаете, что вам брать, стоит вам покупать, например, молот, или стоит вам покупать резист от этого молота, то я вам могу с уверенностью сказать, что оно того 100% стоит. Хоть я и не забрал первое место в катке, на удивление, я должен был его там забирать. Ну, двадцатку килов дал, быстрая досрочка, без особых проблем. Перезарядка молота очень быстрая, очень быстрая, то есть, там, 2 с копейками секунд. На перезарядку целых трех молотов. Ну, по моим меркам, это очень дисбалансно. Возможно, кто-то считает, что это, типа, в пределах нормы. Но я считаю, что это очень дисбалансно. Меня запикивают в катку где 2 минуты до конца. И если сейчас каким-нибудь магическим образом противник не сумеет доставить, и я еще здесь в этой катке немножко поиграю, то я думаю, что стоит еще какой-нибудь форматик успеть пробежаться, прообозревать. Карта, в принципе, неплохая, если бы она была бы, я думаю, на полноценные все 7 минут, здесь можно было бы очень неплохо килов надавать, потому что противники, видите, сколько их, в каком большом количестве они едут, и там сколько килов можно дать. Но надеюсь, что я успею хотя бы один овердрайв накопить. У меня уже 40% есть. Это значит, что мне надо просто пытаться как можно больше сейчас быстро килов надавать и поражать овер. Может быть, даже успеть забрать первое место в этой катке, 60% есть. Уже главное чуть-чуть пожить, чуть-чуть покидать. Плюс бомбочка. Плюс вот этот килл мне нужен, конечно же. Так, ну и вот еще бы что-нибудь тут. Чуть-чуть, мне вот чуть-чуть надо пару килов дать, и у меня будет уже овердрайв, 30 секунд остается до конца, 90 очков я уже набил. 5 килов буквально за минуту у нас набилось, при том, что у противников овердрайвы в тайминге есть. И, ну, при таком раскладе это не совсем круто. Но не успеваю, я, похоже, реализовать овер, к сожалению. К моему огромному сожалению, я не успеваю. А, ну, что-то кинуть успею. Было бы еще по кому кидать. Ну, как-то так. Давайте лучше тогда уж, раз у меня ничего не получилось, 120 очков. Давайте сыграем еще одну каточку в регби. Посмотрим, что у нас получится. Я надеюсь, что есть, 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 есть возможность показать хороший результат на данном вооружении и в режиме регби. И не только в нем, я думаю, что и захват флага может отлично подойти. Ну, опять, мне пикает сандальчик. Опять эта карта 6 на 6. К сожалению, мне не так сильно везет. Потому что, как я уже сказал, чем больше игроков, тем лучше было бы. Было бы больше танков, может быть, побольше я бы мог бы килов дать. Но, ладно, окей. Выбирать не приходится. Перезаходить мы в подобных видеороликах не перезаходим. Поэтому пробуем, пробуем, пробуем сделать, ну, хотя бы какую-нибудь 25-очку. Может, больше по киллам. И чтобы было все вери-вери вандефул. Давайте стараться. Я не знаю, как-то тут надо нааккуратничать. Нааккуратничать мечи не профукать. Чтобы не проиграть каточку. На корпус у меня стоит иммунитет от оглушения. Я считаю, что это лучшее устройство. Дабы у вас не стопили хопперы. Не стопили хантеры. Да, у вас там есть от хантера только расходка будет. Попадать сам танк стопиться не будет. Поэтому для меня это лучший вариант по использованию устройства на корпус. Так, минута 5 киллов. Ну, если я в таком же русле, в таком же духе буду набивать, то можно вообще попробовать здесь на нормальную циферку выехать. Это мне надо, чтобы мне киллы немножечко фортили где-то. Где-то залетали. Где-то залетали. Там противник может доставить. Я ошибся. Мяч почему-то не скинулся. Ну ладно. Вроде как живем. Вроде как живем. Вроде как еще пока что живем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Доставляет что ли? Да. Хоппер доставляет. Ну ладно. Это хоппер как бы. Ничего удивительного нету. 7 киллов. Мне надо попытаться взять мяч и прожать уже после овердрайв. Если у меня получится по таймингу все красиво сделать, то можно организовать первую доставочку в нашу пользу. Там где первая доставочка, там возможно шансы на победу. Да? Возможно шансы на победу. Но мне опять тут чпокают какие-то жесткие хантеры. Надо какой-то тайминг поймать. Пока тайминг не ловится. Дабы у меня шли киллы. Еще и тиммейты отыгрывают максимально глупо. К сожалению. Так, прошло 3 минуты. Я до сих пор не прожал овер. Это очень плохо. Это очень плохо. Ну, с такой, конечно, перезарядкой на молоте играть, я бы сказал, одно удовольствие. Давайте еще пару киллов хотя бы дадим. Противники прячутся. Боятся. Боятся молота. С овердрайвом. Который может не кидать довольно жестко. Правильно делают. 15 киллов за пол боя. Это значит, что мы в этой катке можем, в принципе, выехать. На тридцатку. На тридцатку можем выехать. Но такими темпами я эту катку проиграю быстрее, чем бой закончится. Если все так же само будет продолжаться. Ну, перезарядка, конечно, это просто жесть. Это просто жесть. Я не могу передать эмоциями, насколько она реально жесткая. Очень, очень жесткая. Прям, ну, чересчур быстрая. Так, какой-то лак произошел. Ну, и что это такое? Ага, понял. Игра не лагает. Все хорошо. С игрой все супер. Так, три минутки. Три минуточки. А мог я сейчас поставить мяч, пока противники ловили гол? Но я, конечно же, этого не сумел сделать. Почему не сумел сделать, спросите вы меня? Конечно же, потому что произошел лак. Почему произошел лак? Я не знаю, почему происходят лаки в таких моментах. Мне вроде как бы и застопили, но не застопили, да? Но помешать доставке я все равно не смог. Это, конечно, печально в таких матчмейкинговых катках. И я не особо согласен с тем, что Сандал играется у нас сейчас в матчмейкинге 6 на 6. Если вы хотите мою точку зрения по этому поводу узнать. Я считаю, что 6 на 6 это очень маленькое количество игроков на подобный кат. Можно смело давать 8, как старые добрые. И ни в чем себе не отказывать, грубо говоря. Я думаю, что со мной многие согласятся. 2 минуты до конца, 22 килла. Это похоже на то, что противник доставляет последний мяч. Да, мы катку проигрываем. Но что касаемо очков, что касаемо киллов. Очень жестко. Очень жестко. Да, то есть если я... Я еще не смотрел, какая зида, какой страйкер. Но молот выглядит прям чересчур имбово. Я честно не понимаю, для чего делать такие имбы. Но имеем то, что имеем. Поэтому покупайте, друзья. Покупайте. Покупайте резист. Если уж не играете на самой пушке. И она вам не особо нравится. Или вы ее не имеете. И не хотите рисковать, что, например, вы ее купите, а ее потом занерфят. Резист лучше купите точно. Потому что я думаю, что в ближайшее время этих молотов на просторах матчмейкинга станет очень много. У меня, друзья, на этом все. Если вам понравился данный видеоролик, то обязательно поддерживайте его лайком, подписочкой на канал, если еще вдруг не подписаны. Ну и, как всегда, по стариночке в комментариях пишите, какие вооружения вы хотите увидеть следующими. Понятное дело, что выйдет у нас и зида, и страйкер дальше. Но, возможно, у вас есть какие-то еще сочетания, которые вы в дальнейшем, может быть, не в следующем видеоролике, но хотите увидеть в игровой тематике. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.